Если я иду в астрал и там играюсь с этими сущностями, тоже имею право, тоже имею право поиграться с сущностями, не возбраняется. Самое главное не заиграться, иметь чувство меры. В 90-х годах я когда-то наигрался, не хочу. А если это сущность тебя? А? А если это сущность тебя? А это называется подселение. Ну ничего страшного, значит поносите ее. Вы же носите кошелек с собой? Силу денег носите? Носите. А как избавиться? Как избавиться? Точно так же. Во-первых, понять, что вы есть некая энергоинформационная система, в которую внедрилась пришлая в пошлую систему. И она хочет кушать. Поэтому вы ее грудью либо кормите, либо говорите, знаешь что, я уже тебя вижу, я уже все это дело отработала, ну шла к кому-то другому. Это подселение, эта сущность идет к другому. Или арвы так называемые. А может, может, давай хорошую? Может, может. Какую хорошую? Да, полезную. До определенного момента. 90% а потом, когда нужно принимать решение, вы становитесь... Как возникает доверие? Доверие. Эта сущность подселяется и говорит вам, поворачиваешь за угол, остановись, потому что упадет кирпич. Идете, поворачиваешь за угол. Бах, кирпич. Ух ты, е-мое, точно. Предупредил. Внутренний голос говорит, ну это хорошо. Садишься в маршрутку, допустим, не езжай, как в Волгограде, взорвется. Не поехал. Ух ты, сдал билет, поезд, крушение. И начинаешь понимать, у тебя доверие к этой сущности. И так уже к ней расположился. А потом, как в сказке, приходишь, а там стоит камень. И написано, пойдешь прямо, пойдешь направо, пойдешь налево. Ты, ух ты, куда это, куда налево, вопросов нет. Тебя лишили права выбора. Это ловушка. Вот так вот ведут сущности. До первого камня преткновения. То есть только пришли к кому-то, где подсказывают как раз именно ловушку, но тебя всем вот этими вот советами предыдущими, когда у тебя доверие возникло к этому, готовили, подготовили. Тебя обманули. Заманили другого. А тут именно обманули, подвели к точке принятия решения и лишили тебя права выбора. Потому что не ты выбираешь. Тебе подсказывают. Ты сам добровольно отказался от священного права выбора. Поэтому играйтесь с сущностями, я не возражаю. Надо тоже иногда. А какой им смысл давать ловушку? Какой смысл? А кушать они хотят, им нужна сила. Не совсем. И информация тоже. Вот душа это есть сила, в общем-то, определенная. Это энергия и информация вместе взятая. А сущность, у нее тоже задача эволюционного расти. Где ее взять? Сама она это добыть не может. Значит, что нужно найти? Лоха, донора, который этим делом обладает. Такого можно объегорить. И вот так воруют душу элементы. Внедрилась. Мало того, особенно эгрегоры с этим играются разные. В том числе и религиозные эгрегоры. Да, дают даже поддержку, помощь, здоровье восстанавливают. Дают. Но в то же время, надо понимать, что ты донор в этом случае. Все равно что-то возьмут. Долг это как раз то, что долго не отдают. Да, они не обманывают, а покупают душу. Конечно, да, 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 да. Как-то это просто такой, как комментарий. Вот есть борьба, да. У них есть такая техника борьба с теми. Слышали? Слышал. Да, и очень многие борцы, которые, ну я общался с ним, они говорят, что это тоже затягивает до определенного момента. И наступает такое, что это сама сущность, как-то, как-то, может победить. Сделать у тебя рабом. Это очень опасно. Ну, как это узнать, что это опасно? Ну, попробовать. Попробовать надо. Ну, так попробовали, поняли, что опасно. Палец тоже, он ребенок, там, огонь, горячо. Все, больше не полезет. Так или нет? Так и тут тоже самое. Пробуйте все. Я говорю, что не нужно вот шарахаться. Вот это можно, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Не это главное. Ваша задача, вы идете вот по жизни. Вы получаете информацию, вы ее перерабатываете, конечно, во всех много разных формах. Вопрос, как ее обрабатывать. Вот это да, чтобы была какая-то иммунная система. Чтобы это дело все было. Так вот, как освободить ум от влияния? Так вот, все приобретения в материальном мире не приводят к вас в безопасности. Вот сколько вы чего бы не накопили. Вот недавно показывали, эти майдановцы, там, они ездили к Медведчуку ездили, к дому, да, у него там заборы пятиметровые. Подъехали, стучали в ворота и списали. Там, кстати, не видели этот сюжет? И списали ворота. Потом поехали к Азарову, ему погнули ворота. Этими красками там тоже на воротах надписи сделали. Кричали за... А? Идет к тем еще, наверное. Ну да, это ж понятно все. Поехали к Януковичу, а там стоят внутренние войска и, в общем-то, не пустили. Поэтому у них автомайдан прекратился. Вот, но ездили. То есть они вот начинают все это, в общем-то... Тоже же их кто-то ведет? Зачем-то? Мало того, там же эйфория. Представляете, там витальные бесы, пляска какая-то. Как они кормят? Они же... Слава Украине, героям слава. Слава Украине, героям слава. Свобода. И свобода вот это их там ведет, как баранов. На убой. Но тоже это надо делать. Если они через это не пройдут, как получить этот опыт? Как прийти к гармонизации информации и пространства вокруг себя, если нет опыта? Если от него отказаться? Ну, пришла молодая душа, хочет поиграться. Все, ты будешь украинцем. Все, ты украинец. А ты? Мне все равно, будешь русским. И начинают их там с бесами сталкивать. А ни тот, ни второй не понимают, что идет. А зачем попробовать гнилой яблок? Это когда попробовали. А когда не знаешь, что оно гнилое, то и вот и запах вроде, и так, и кусануть-то хочется. А потом пронесло. О, все. Значит, информация не переработалась. Если переработалась, она вот в результате дефекации вот в таком виде вышла. Такое не подходит. Вот у вас опыт уже появляется. Точно так же с любой информацией. Яблоко тоже информация. Яблоко раздора, грызаное яблоко, вон эти же планшеты. Это все же с яблоками обгрызанными. Телефоны, да. У них тоже не просто так.